Что особенно примечательно, сегодняшняя сессия объединяет между собой и фундаментальные глубокие исследования, добротно выполненные, а также исследования с прицелом на клиническую практику, с реализацией использования методов в рутинной медицине. Первый доклад «Персонализированный подход к назначению неодевантной химиотерапии больным с люминальным Б раком молочной железы на основании молекулярно-генетических характеристик опухоли», выполненный группой соавторов из Томска. Целью исследования было разработать и клинически опробировать алгоритм персонализированного назначения неодевантной химиотерапии у больных люминальным Б раком молочной железы на основании молекулярно-генетических характеристик опухоли. Хотелось бы отметить, что данная работа в большей степени представляет собой опыт клинического применения персонализированной панели у данной категории больных. Известно, что неодевантные исследования – это эффективное средство поиска новых активных противоопухолевых препаратов. Однако доказана статистически значимая зависимость между достижением полной патоморфологической регрессии и отдаленными результатами, такими как безрецидивная выживаемость и общая выживаемость только для группы больных тройным негативным раком молочной железы и для группы больных херпозитивным раком гормон негативным. Для этих двух подсипов мы можем использовать достижение полной патоморфологической регрессии как суррогатный маркер эффективности и строить на этом свои клинические исследования. В группе же люминального Б-рака и люминального А-рака не показано такой закономерности. В последних двух метаанализах получены следующие результаты. В метаанализе фон Минквич показано, что достижение полной патоморфологической регрессии в группе люминального Б-рака ассоциировано только с достижением безрецидивной выживаемости, но не влияет на общую выживаемость. В исследовании Картасар выявлена статистически значимая зависимость месту достижением полной патоморфологической регрессии, безрецидивной выживаемости и общая вызываемость, но только на узкой группе больных. Это пациенты гормон позитивный, херп-2 негативный и только с уровнем степени злокачественности 3. В эту группу не входили больные с уровнем степенем злокачественности 1 и 2. Недостаток всех ранее проведенных исследований по анализу влияния достижения полного патоморфоза у больных люминальным А и люминальным Б-раком следующий. В исследованиях не было строгого разграничения между этими двумя подтипами, между люминальным А и люминальным Б. Также в исследования включены были больные не только с Т2, с Т3 размером опухоли, а также с Т1 и с Т4. И все исследования были ретроспективны. Поэтому мы не можем использовать суррогатную конечную точку как достижение полной патоморфологической регрессии у больных с люминальным Б-раком. Целью неодевантной химиотерапии у больных люминальным Б-раком является в группе первичнооперабельного рака – это уменьшение объема оперативного вмешательства, в группе местно распространенного рака – это уменьшение объема опухоли и перевод неоперабельного состояния в операбельного. На первом этапе группой ученым производилось решение вопроса о телесообразности назначения неодевантной химиотерапии. И группе больным, у которым отсутствовали изменения в генах множественных лекарственных устойчивостей и амплификация участка генома, проводилось хирургическое лечение. Было отказано в назначении неодевантной химиотерапии. Поэтому, вероятнее всего, в данное исследование целесообразнее включить больных с первичнооперабельным раком молочной железы, а не отказывать пациентам в проведении необходимого лечения. При этом интересным вопросом остается такой вопрос. Если по данной панели генов мы решаем, что проведение неодевантной химиотерапии пациентам не показано, показано ли им в этом случае проведение одевантной химиотерапии и проводились ли такие сравнительные исследования? Со своей стороны мы бы предложили исследователям разделить данный алгоритм на два независимых исследования. Целью первого исследования было бы определение прогностической значимости генетических маркеров эффективности неодевантной химиотерапии у больных люминальным B раком молочной железы. При этом, если выбран по типу люминального B раком молочной железы, то первичной конечной точкой для оценки эффективности должно быть время без прогрессирования, рассчитанное от начала проведения лечения до прогрессирования соответственно. А вторичные конечной точки для оценки эффективности – общая выживаемость. В случае, если бы выбран был другой по типу, допустим, тройной негативной, мы бы могли использовать суррогатную точку эффективности достижения полной патоморфологической регрессии. Исследование можно было завершить раньше по времени. Вторая группа исследований – это определение прогностической значимости предложенной панели для персонализированного подбора схемы. В данное исследование предлагается включить пациентов местно распространенным люминальным B раком молочной железы. В одной группе – проводить лечение согласно выбранной панели, а в другой группе – выполнять стандартное лечение. Опять же, если это будет пациент с люминальным B раком, то первичная конечная точка должна быть оценкой времени без прогрессирования. Также важным вопросом проведения такого рода неодювантных исследований, использования неодювантной химиотерапии как модель для исследования, нужно учитывать, что все больные должны получать унифицированное количество курсов лечения. В данном исследовании больные получали от 2 до 6, то есть разное количество курсов. Весь объем лечения должен быть выполнен на неодювантном этапе. Также возникает вопрос, и возможно, также это нужно унифицировать. Согласно данным панели, чувствительность и резистентность были выбраны разные по логике схемы. В одних случаях использовалась полихимиотерапия, в одних случаях использовалась монохимиотерапия. Вероятно, эффективно и более значимо для больного будет, если мы будем использовать полихимиотерапию на неодювантном этапе. Я хочу отметить, что это очень сложное и очень важное на сегодняшний день исследование, которое является попыткой прийти к перфинциализированному подходу в назначении химиотерапии. И мы желаем авторам успеха в дальнейшей работе и ждем их результатов. Второе исследование – это комплексный анализ статуса метилирования генов белков экстрацеллюлярного матрикса и мембранных молекул в норме и при раке молочной железы. Данное исследование представляет собой глубокое, фундаментальное, добротно выполненное исследование. В работе исследовался статус метилирования промоторной области генов в нормальной ткани и опухолевой ткани на большом количестве пациентов. Исследовались такие молекулы, как ламинин, нидоген, дистрогликан, интегрин, катгерин и матриксные металлопротеиназы. Интересно, что для двух групп молекул, а именно для участков генов ламининов и матриксных металлопротеиназ, метилирование соотносилось следующим образом. Встречались гены конститативно метилированные, как в ткани опухоли, так и в нормальной ткани молочной железы. Гены, не подвергающиеся метилированию, ни в нормальной ткани, ни в опухолевой ткани. И гены аномально метилированные. Метилирование было выявлено только в опухолевой ткани. Для нидогенов, интегринов, катгеринов было выявлено метилирование только в ткани опухолевого материала. Заключение авторов. В процессе опухолевой трансформации раковые клетки способны моделировать спектр экспрессирующих функциональных белков, что может приводить к прогрессии патологического процесса. Особо интересно, что в последнем исследовании Раймонда 2014 года, где исследовался метилом, анализ метилирования всех участков гена в опухолевой ткани и в ткани региональных лимфоузлов, было выявлено различие в зависимости от фенотипа опухолевой. Интересно было бы узнать у наших авторов, была ли выявлена подобная зависимость при метилировании только генов экстрацеллюлярного матрикса. Также в исследовании Раймонда было показано, что профиль метилом лимфатических узлов был ближе и соотносился с профилем опухоли, и никаким образом не соотносился с профилем метилома других пораженных лимфатических узлов, других пациенток. Интересно провести анализ зависимости от клиникаморфологических характеристик пациенток. Сегодня нам уже продемонстрировал результаты докладчик. У меня не было такой информации, к сожалению. Интересно провести анализ зависимости от фенотипа рака молочной железы, а также анализ метастатического поражения лимфатических узлов и висцеральных органах. Если мы говорим о вкладе данных молекул в прогрессии, было бы значимо это показать, как это происходит при возникновении метастазов органов, и имеет ли данный феномен прогностическое значение или предиктивное значение. Третья работа, представленная на обсуждении, работа экспрессия маркера стволовых опухолевых клеток альдегидрогеназа первого типа у больных раком молочной железы. Альдегидрогеназа – это маркер нормальных стволовых клеток в различных тканях организма. Гиперпопуляция LDH1 в опухолевых тканях приводит к увеличению пролиферации, обеспечивает устойчивость к алкелирующим агентам, обеспечивает защиту стволовых клеток от окислительного стресса и способствует увеличению их существования. В исследованиях инвитро была показана высокая клоногенность и онкогенность LDH1 положительных раковых клеток. Целью продемонстрированного исследования было выявить зависимость между выживаемостью, экспрессией LDH1 и временем допрогрессирования. На большой популяции больных, а именно 83 пациентки с местно распространенным раком молочной железы, было выявлено статистически значимое различие в достижении общей выживаемости и времени до возникновения метастазов у пациентов с высокой экспрессией LDH1. При этом за уровень высокой экспрессии LDH1 был принят порог окрашивания клеток более 1%. При оценке клинико-морфологических характеристик в зависимости от уровня экспрессии LDH1 не были выявлены какие-либо зависимости. Возможность это была связана с однородной выборкой. Большинство пациентов вошло в группу люминального А и люминального Б подсипов. Особенно важно и почетно, что данное исследование продемонстрировало и подтвердило результаты исследований других авторов, которые были представлены в Большом метаанализе 2014 года, где было показано, что высокая экспрессия LDH1 влияет на безрецидивную и общую выживаемость у больных раком молочной железы. При этом влияние экспрессии LDH1 на безрецидивную и общую выживаемость у больных не зависит от порогового уровня значения экспрессии LDH1, выбранного авторами. В различных работах использовались следующие пороговые значения. Больше 0%, больше 1% и больше 5%. Во всех исследованиях получились статистически значимые различия. При анализе клиника морфологических характеристик опухоли и гиперэкспрессии LDH1 в метаанализе было показано, что высокая экспрессия LDH1 была связана с наличием метастазов в лимфоузлах, степенью злокачественности опухоли, размером опухоли больше 2 см, высокая экспрессия была связана с гиперэкспрессией HER2-нео и при этом с низкой экспрессией эстрогеновых и брогестероновых рецепторов. Интересным фактом является то, что при проведении подгруппового анализа в зависимости от типа использованных антител к LDH1. При использовании антител BD наблюдалась зависимость при всех исследуемых шести клиникам морфологических характеристиках. При исследовании антител АПКАМ была выявлена статистическая значимость только с высокой уровнем экспрессии LDH1 и сниженной экспрессией эстрогеновых и брогестероновых рецепторов. Недостатком ранее проведимых исследований это гетерогенность популяции больных, а также ретроспективный анализ. Для проверки прогностической силы LDH1 необходимо проведение крупного многоцентрового проспективного исследования на однородной популяции больных. Помимо этого, в настоящий момент зарегистрировано пять клинических исследований, где LDH1 исследуется как предиктивный маркер эффективности, в том числе неодевантной химиотерапии, в группе больных хирпозитивным и тройным негативным раком молочной железы. Я хочу поблагодарить всех авторов и их сотрудников за участие в постерной сессии и пожелать успехов. Спасибо за внимание.